Всем привет! Сегодня будет очень интересное видео о пеньках орхидеи. Да, сегодня не об орхидеях, а о пеньках орхидеи. Я взяла эти орхидеи для эксперимента, и мне очень интересно, что из этого получится. Вырастет ли из сухого пенька детка? Собственно, да, насколько жизнеспособна орхидея? Вот эти видео о пеньках именно о жизнеспособности. И о том, как правильно реанимировать гниющие орхидеи, чтобы все получилось. Потому что если у орхидеи гниет корневая система, у нее мокнущие листья, то поливать даже с лечащим препаратом нужно правильно, и это очень важно. Первую обработку, когда я взяла эти пенечки, я сделала препаратом Привикур. Это фунгицидный препарат. Вообще, конечно же, можно выбрать любой фунгицидный препарат, но в моей орхоаптечке всегда есть Привикур, всегда есть Фитоловин и аптечный Метронидозол. Тоже очень классные таблетки аптечные. Но именно первую обработку этих пеньков я сделала препаратом Привикур. Мне очень понравился результат, потому что пеньки перестали гнить. Те орхидеи, которые были, точнее, пеньки орхидеи, которые были безнадежные, они, естественно, полностью просто высохли и отправились в мусорку. А те пеньки, которые способны жить, они, собственно, вот сейчас на столе. Второй, вот я остановила гниль с помощью фунгицидного препарата. Следующую обработку я сделала такую, знаете, стимулирующую. И у меня есть любимый коктейль именно на пробуждение деток. Я заметила, что от него очень хороший эффект. Когда орхидея потеряла точку роста, когда у орхидеи цветонос из точки роста, когда это пенек, вот обрабатываешь этим коктейлем, и все, орхидеи начинают расти деток. Это уже проверено и проверено и мной, и моими зрителями. И неоднократно уже на протяжении двух лет я пользуюсь этим средством именно на получение деток. И мне очень нравится, потому что из самого сухого пенька можно получить ребенка. Вот вам доказательства. Посмотрите, какой чудесный малыш растет на этом, казалось бы, сухом пеньке. Посмотрите, какая прелесть. У пенька, у которого есть листики, ситуация, конечно, изначально была получше, потому что есть листики, есть чем питаться. Смотрите, она сразу же выпустила деточку. Деточка уже большая. После обработки коктейлем она начала расти просто какими-то невероятными темпами. Тоже достаточно сухой пенечек, много испорченных корней, но есть два листа. Пеньки с листиками, они очень быстро начинают наращивать деток. Ну вот оно как раз и доказательство. Я всегда говорила, что если вы омолаживаете, допустим, орхидею, стараетесь на пеньке оставить один листочек, тогда детки будут расти очень быстро, молниеносно, потому что в листьях обычно орхидея делает большой за вас микроэлемент. И когда орхидея как раз-таки чего-то, допустим, не хватает, она начинает из своих же листьев питаться, да, вы, наверное, замечали, когда орхидея цветет, она начинает кушать нижние листья. Это именно по этой причине, что ей не хватает микроэлементов, и она их забирает. И то же самое, если на пеньке оставить один листочек, эти запасы, они в листиках есть, и быстрее, собственно, они растут. Естественно, если листьев нет, и пень сухой, то мы будем ждать медленнее вот такую маленькую крошечку. Остался еще один пенек, который, ну, пока вот не подает признаков жизни, но я надеюсь, что после второй обработки, да, эта жизнь, собственно, появится, и мы увидим еще одну леточку. Сегодня будет вторая обработка супер-коктейлем на пробуждение орхидеи. Этим коктейлем можно обработать, если ваша орхидея в спящем состоянии. Если орхидея давно как-то вот не растет, если у орхидеи нарушена точка роста, да, если у вас пенек никак не дает деток, если у вас есть детка, которая не растет, также можно обработать этим коктейлем. В общем, такой универсальный коктейль именно на пробуждение, на рост. От него цветение ждать не стоит, а именно рост вот таких вот реанимашек, бедолажек, пенечков, да, детки вот, чтобы начали расти. Это такой вот универсальный коктейль. Он мне очень нравится, их всегда выручают. Кто смотрит мой канал, прекрасно знают этот коктейль и знают, какие чудесные результаты он творит. Поэтому сейчас приступаем к такой обработке, чтобы, да, малыши не затормозились росте и быстрее росли за этим питанием и сил. Здесь, чтобы пробудилась у нас деточка. Ну и здесь, чтобы уже начала корни растить. Представляете, вот сколько прошло времени, а я уже от нее буду ждать корни, чтобы ее скорее-скорее отделить. В общем, приступаем к приготовлению чудо-коктейля. Для нее нам понадобится три дешевых ингредиента. Конечно, прежде чем смешивать эти ингредиенты, я хочу сказать про воду. Воду для полива орхидеи, для составления коктейлей. Это очень важно. Многие пренебрегают этими советами, опять же, и потом не получаются, и потом начинают, да, как бы говорить, что ничего не работает. Но на самом деле получается, что просто сделали неправильно. Воду нужно взять мягкую. Я пропускаю через фильтр воду. Можно фильтр кувшин, а можно встроенный в раковину, да, фильтра. Вот, у нас встроенный прямо фильтр, потому что мне воды нужно много, и мне муж установил фильтр, и у нас есть отдельный маленький краник, да, с фильтрованной водой. И такой водой я поливаю все свои орхидеи, поэтому вижу у них шикарные результаты. Потому что водичка орхидеям нравится, они ее легко усваивают. Это очень-очень важно. Если у вас нет такого фильтра, да, с маленьким краником, обычный кувшин, обычный фильтр кувшин, и, собственно, поливайте свои орхидеи. Вот берем такую фильтрованную воду и добавляем туда всего лишь три дешевых ингредиента, и вы увидите шикарные результаты. Первый ингредиент – это никотиновая кислота. Я беру ее вот для уколов в аптеке. Она дешевая, вот в таких ампулах. Мне, конечно, больше нравится, когда пластиковые ампулы, потому что их легко открывать. Вот эти вот стеклянные я, конечно, всегда, всегда почему-то боюсь. Вот, сейчас я открою ампулку, и вот один миллилитр никотиновой кислоты я волью в литр чистой, теплой, мягкой воды. Открыла ампулку, вливаю. Следующий ингредиент – это янтарин, жидкая янтарная кислота. Если не можете найти жидкую янтарную кислоту, можно воспользоваться также аптечными таблетками янтарной кислоты. И вам понадобится одна таблетка янтарной кислоты на один литр воды. Также никотиновую кислоту, если не найдете в ампулах, можно заменить таблеткой и добавить тогда одну таблетку никотиновой кислоты. В общем, у меня есть янтарин в жидком виде, поэтому я добавляю в жидком виде один миллилитр янтарной кислоты. Так, перебор. Вот так. Вообще с янтарной кислотой, конечно, невозможно переборщить, потому что орхидея берет столько, сколько ей нужно. Поэтому не бойтесь, даже если вы нечаянно ошибетесь и добавите чуть-чуть больше, ничего страшного не случится. И также для усиления эффекта я добавляю, дальше добавляю таблетку глицина, дешевая аптечная, самая простая таблетка глицин. Глицин усиливает эффект от никотиновой кислоты и янтарной кислоты. Это аминокислота, которая вообще легко усваивается растением и получается как проводник для других препаратов. И очень идет классный эффект. Глицином также можно поливать и отдельно. Просто в водичку добавлять таблетку глицина и поливать растение тоже будет очень хороший эффект. Но в совокупности все эти три ингредиента дают шикарнейший результат, который, собственно, мы видим. На сухом пеньке вырастает детка. Я хорошенечко размешиваю и начинаю обработку. Наклоняю стаканчик, прислоняю это прям близко к пульверизатору и начинаю по кругу поливать. Это можно сделать с помощью груши, тонким носиком лейки. Пульверизатор мне, кстати, очень нравится, что оно хорошо пропитывается, распределяется влага. На камеру делать немного неудобно, а так в жизни просто прокрутил, полил и все. Вот видите, водичка стекла и пенечек сейчас напитается водой. Прокручиваем. Все, смотрим, водичка стекла. Нам нужен один сантиметр примерно воды. Если чуть-чуть переборщили, можно слить, не страшно. Но не оставляйте много воды, и слишком будет большое переувлажнение. Пенек может просто догнить. Так, и следующий у нас с деткой. Здесь немного из-за листьев, да, по другой схеме. Вот так вот поводила с одной стороны. Вот потом перешла и с другой стороны. Все, через неделю мы этих деток не узнаем. Вот такая красота. Все, орхидейки напитываются. Как я уже сказала, если переборщили. Вот здесь, видите, чуть-чуть я переборщила. Я водичку солью. Это будет слишком много. Видите, заходит прям сильно. Поэтому лишнюю влагу я сливаю. Проверяем. Этого будет достаточно. Потому что мы поливали проливом. Мох очень влагоемкий, он на себя воду подтянет. Поэтому этого будет достаточно. Видите, уже корешочки зеленеют, уже реакция пошла. Такую обработку я делаю раз в две недели. Лучше чередовать с фунгицидным препаратом, чтобы пеньки не пропадали. И вообще для профилактики у больных орхидей, конечно же, нужно делать фунгицидную обработку. И как раз таки получится, что у вас будет промежуток примерно в 7-10 дней между обработками. И будет чередование. Фунгицидный препарат стимулирующий. Фунгицидный стимулирующий. И это дает очень хороший эффект, который, собственно, мы сейчас наблюдаем. Но на этом я буду сегодня с вами прощаться. А, забыла сказать, эти пеньки, они должны обязательно стоять в теплом, светлом месте. Под лампой, не на подоконнике. Потому что прямые солнечные лучи могут обжечь орхидею. Если поставите где-то под листьями или закроете, будет наоборот слишком темно. Поэтому в идеале, если это будет лампа, досветка, полочка, да, и там будет тепло, светло и влажно. И пеньки начнут расти. И такой вот толчок, и все. Вы получаете прекрасных деток. Это очень важно, поэтому, если вам эта информация была полезна, обязательно ставьте пальчики вверх. Делитесь этим видео в своих соцсетях, с друзьями, чтобы больше людей увидели, как можно реанимировать даже сухие орхидеи. На этом я буду с вами прощаться. Всем любви, всем удачи. Всем пока-пока.